Уже полностью, благодаря его технологиям, проработкам, полностью помнил жизнь. Кто меня знает, по другим проектам могут это подтвердить. И что я могу сказать здесь, для кого этот вебинар? Звук фонит? Оставьте, пожалуйста, от 1 до 10, как меня слышно. Раз, два, три, раз. Скажите, как меня слышно? Десятка. Ну, значит, если большинство десятка, другие, поправьте сами у себя звук, может, что-то у вас на компьютере. Сразу хотел сказать, для кого этот вебинар? Это для людей, которые ищут работающие технологии, которые пришли сюда не просто потусоваться, и послушать нового спикера, или очередной раз послушать какую-то новую информацию, посмотреть и все забыть, и лечь спать после этого. Это информация для людей, которые в поисках работающих технологий, которые увлекаются практиками, знают, что такое проработки. Их интересуют различные медитации, техники, которые реально работают и могут наладить любую из ваших сфер жизни. Если у вас такие запросы есть, то добро пожаловать. На этом поиск ваш окончен. И когда вы познакомитесь с этими технологиями, вы поймете, что это не просто слова. У нас уже опыт, уже больше тысячи участников по всему миру. У нас русскоязычное население, наши клиенты, они вот со своим миром, мы много очень мероприятий уже провели, много роликов на YouTube, вы можете посмотреть о Самарте, если будут дополнительные вопросы. Цель этого мероприятия для того, чтобы вам дать общее понимание, вообще что это за технология, как она работает, почему именно на этом может ваш поиск быть оконченным. и просто у нас в конце мероприятия будет вам очень интересное предложение с стопроцентной гарантией результата. Если вас это интересует, то добро пожаловать, дослушайте этот вебинар до конца. И сразу хочу предупредить, для кого этот вебинар не подходит. Если вы ищете очередную технологию, которую просто хотите послушать, запомнить и не использовать, вы не планируете с ней работать и ищете волшебную таблетку, я вас тоже разочарую, эта технология сама по себе не работает. Если вы хотите добиться результатов, придется работать, придется искать, кто уже написал травмы, удалять заряды, кто знает терминологии, кто нет, то познакомится. Я вас могу уверить, что если вы, точнее, когда вы станете частью нашей команды, частью нашего большого проекта, я вам предоставлю множество отзывов, вы познакомитесь с большинством количества участников, найдете себе друзей, потому что мы не просто проект, а такая онлайн большая семья, где люди реально начинают знакомиться, путешествуют по миру и не просто получают такую вот работающую технологию, но и получают друзей по всему миру. Поэтому Самарт – это человек, который объединяет всех людей, объединяет уже успешных и счастливых людей, поэтому рады приветствовать такого хорошего друга и партнера по проекту. спикер Самарт, поставьте, пожалуйста, плюсик в чат, если вы готовы его слушать. Отлично, Самарт, я передаю тебе микрофон, если ты готов выступить, поставь в чат плюсик и... Друзья, приветствую, если видно и слышно, ставьте, как традиционно у нас, да, плюсики в общий чат. Всем привет. Ну хорошо, да, как бы я сегодня такого ничего особенного, по сути, рассказывать не буду, да, то есть тема, по сути, банальная, она на поверхности. И здесь момент очень простой. Я вам сейчас просто перечислю некоторые вещи, которые, в принципе, вы знаете из своего опыта. Ничего другого, нового сегодня я вам не скажу. Но одну вещь я вам хочу вот как бы четко показать, потому что она, к сожалению, не для всех очевидна. Да, вот смотрите, забавная вещь. Вы наверняка уже слушаете не первый там семинар, вебинар, там и наверняка на каких-то там живых мероприятиях были. Много чего там проходили и умели, и учились, и может быть даже кого-то учили. И делали различные практики, техники, то есть кучу всего. И заметьте, что-то действительно в вашей жизни меняется. Ну иначе, то есть ваш поиск бы не продолжался, если бы вы повторяли одно и то же, хотя у некоторых людей так, к сожалению. Да не надо меня никакими восклицательными знаками приветствовать, это самый обычный человек, да, и когда вот это так помпезно, там давайте поприветствуем, давайте встретим, ну забавно, я жду, когда там эти восклицательные знаки закончатся, ну как бы прикольно. Ну вот смотрите, основной момент в том, что что-то вы продолжаете искать. И если вот так это все как бы грубо обобщить, то в принципе каждый человек ищет одну простую вещь. Это то, что называют счастье. То есть это по-разному себе представляют, по-разному говорят об этом, кто-то это называет там состоянием покоя, радости, любви. Я сейчас на чат особенно смотреть не буду, чтобы не отвлекаться. Да, и вот в принципе как бы все в поиске этого. То есть то, чего хочет любой человек на планете, это меньше страдать, испытывать какую-то эмоциональную и физическую боль, как можно меньше. Да, и как можно больше чувствовать радость, удовольствие, там, покой, любовь и тому подобное. Я даже не буду спрашивать, так ли это для вас, там, поставьте пятерочку в чат, если это так. Друзья, это факт. Да, как бы вот, чтобы без всяких фантазий, каждый человек хочет не быть несчастным и быть счастливым. Но существует одна небольшая, скажем так, в кавычках, проблема. Да, у нас есть ряд определенных программ, которые срабатывают автоматически. Смотрите, какая забавная штука происходит. То есть у нас есть несколько различных тел. И вот эти тела, они, к сожалению, срабатывают автоматически. Да, вот, например, если у вас в ментальном теле, ну, давайте по-простому. Расскажу, если у вас появляется негативная мысль, у вас возникает тут же негативная реакция. Всё просто. Да, и физическое, и эмоциональное тело, они очень близко находятся друг к другу, и эта реакция проявляется в физическом теле, и мы это воспринимаем как реальность. То есть мы не воспринимаем это просто как некая мысль. Да, по сути, нас не воспитывали, не учили тому, чтобы мы различали. Да, чтобы мы различали, это вообще мысль или это реальность? Это в сновидении происходит? Это мы в кино видим или это в воображении? Да, и то, что происходит, реакция всегда одинаковая. И то, что происходит, большинство людей страдают вообще без повода то есть просто они себя как это говорят накручивают накручивают слишком много не знают как этот механизм вообще функционирует как его замедлить или остановить это что происходит у них появляется огромное количество негативных реакций по поводу того что никогда вообще не произойдет жизнь замечали за собой такое когда вы начинали переживать а потом это не случалось вы потом снова переживали на может быть по какой-то другой теме потом опять это не происходило вы снова переживали и в какой-то момент вы замечали что вы переживаете понапрасну и вы понимаете что от вас это совершенно не зависит то есть просто мысли лезут как это говорят рой мысли да так как пчелы там и реакции тут же появляются и даже если вы понимаете это никак не относится к реальности это все равно происходит на и вот по сути и не люблю себе рассказывать но часто просят да там рассказать о себе и тому подобное вот я просто вам простую вещь скажу да и наверняка многие из вас прожили некий подобный опыт когда вы достигали всего о чем мечтали конечно вы радовались какое-то время там каким-то новым вещам или отношениям или чему-то там тому подобного но но потом наступал момент когда вы снова разочаровывались вы понимали что ваш ум снова подкидывает вам новую идею новую цель вы снова в этой спешке в гонке и все равно вы не получаете эмоционально того что хотите чего бы вы там не достигли сколько вы не потратили на это времени энергии денег там еще чего-то на вы понимаете что как бы всплеск эмоционально происходит он быстро проходит причем это касается всего о чем бы вы не мечтали из того что вы достигли на есть часть людей которые все еще верят что когда они достигнут они будут счастливы хочу их сразу разочаровать на спросите у тех кто в жизни достиг того чего хотел счастливы ли они их это не делает счастливым они радуются чуть больше они чувствуют чуть большую важность до по отношению к другим людям что в принципе чушь полная но они не стали от этого счастливыми людьми и даже если у вас складываются хорошие отношения в семье у вас достаточно денег времени то есть вы живете там где хотите ездите на машине которая нравится то есть у вас все 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 и вот весь этот внешний антураж и хлам даже если он есть в вашей жизни вы все равно от этого не стали счастливее и самая забавная вещь что у вас исчезла надежда вы понимаете что она у вас была вы верили что когда это появится в жизни тогда я буду счастлив или счастлив но когда это появилось вы поняли что упс, а счастье-то не прибавилось. То есть единственное, что мы порадовались в какое-то время. То есть на самом деле то, что происходило, и почему вы продолжаете ставить цели и верить, что вас это сделало счастливыми, потому что у вас есть несколько очень интересных опытов. Я сейчас о них расскажу. Эти опыты у всех одинаковые. Но просто не все понимают, что на самом деле сработало. Вот смотрите, что происходит забавное. Вы ставите цель. Вы переживаете, получите вы это, не получите, неважно это вещь, отношения, статус, что угодно. И вы думаете, да, то есть а вдруг нет, а вдруг не получится. То есть сомнения, страхи, масса всего в вашем уме, как в плане мыслей появляется. И это вызывает эмоциональные реакции. Вы беспокоитесь, другими словами. Потом то, что происходит, вы достигаете чего-то. В этот момент единственное, что случается. Вся структура цели исчезает. Все, что вы себе накручивали по поводу того, достигну, не достигну, а как это будет, исчезает, потому что когда вы чего-то достигаете, вы больше этого не хотите. Когда у вас что-то уже есть, как вы можете это снова хотеть, когда оно у вас уже есть. То есть у вас исчезает желание. Да, слова Будды 26 столетий назад. Избавься от желаний, ты избавишься от страданий. И в тот момент, когда у вас желание исчезает, технически то, что происходит, вы оказываетесь автоматически, в естественном, спонтанном состоянии медитации. У вас в этот момент, на какой-то период времени нет мыслей. Картины, эмоции, ощущения, диалогов. И в этом состоянии это и есть покой ума. И в этом состоянии вы чувствуете то, что хотели пережить, но вам кажется, это потому что вы получили что-то, что-то достигли. Но технически это не так. Технически то, что вы переживаете, вы переживаете потому, что вы перестали хотеть тот момент, когда вы получили то, что хотели. И вы переживаете то же самое состояние, которое вы испытывали в детстве много раз, без каких-либо внешних стимулов вообще и знаете вот не зря на как бы слога вот самого вебинара единственное счастье это покой ума все остальное лишь замаскированное несчастье и вот смотрите все зависит да конечно же от возраста там не уже вот почти 42 через несколько месяцев и вот забавная штука в том что когда мы юные же нам хочется драйва и нам кажется нас это сделает счастливым и вот мы получаем этот драйв это приедается планочку повышаешь планку впечатлений да потому что притупляются ощущения потом становишься старше ты веришь что любовь тебя сделает счастливым и ты отправляешься на поиск любви второй половины и тому подобное даже ты встречаешь этого человека да ну вы не чистили эмоциональное тело большая часть из вас я уверен то что происходит ваш виду медовый месяц заканчивается через месяц у кого-то больше у кого-то меньше у кого-то через две недели уже да кому-то повезло это занимает целый год и вы наслаждаетесь целый год отношений вы словно парите да в небес в небе но потом то что происходит потом у вас возникают различные мысли идеи сомнения представления и это вызывает в вас реакции и потом человек который доставлял вам больше всего радости и счастья как вам казалось вызывает вас больше всего боли и страданий какой-то момент вы понимаете что дело вообще не в этом человеке дело в вас это ваши собственные реакции даже если вы эти отношения прекратите порвете но эти эмоциональные реакции не почистите определенным способом это отчасти то что мы делаем в программе то все будет повторяться это называют карма когда повторяется одно и то же одно и то же партнеры меняются отношения повторяются на рано или поздно ты начинаешь понимать когда становишься старше ты понимаешь что в принципе да драйв был любовь отношения все это супер конечно же это очень приятно и хочется этого но какой-то момент тебе все больше и больше хочется тишины и покоя и ты понимаешь что когда приходит тишина и покой технически называется медитация дата вдруг тебе начинает открываться те переживания которые пытался или пыталась получить при помощи чего-то внешнего без каких-либо внешних стимулов вообще может просто сидеть в парке на скамейке и чувствовать очень сильную радость и любовь ни с чем не связано или состояние тишины покоя и тому подобное на и в какой-то момент и начинаешь понимать но большая часть жизни но может быть не больше какая то часть жизни до зависит конечно от возраста прожита а счастье не прибавилось какой-то момент ты начинаешь будущее смотреть совершенно по-другому ты перестаешь уже делать ставку на какие-то внешние вещи и верить что тебя сделает это счастливым друзья я вижу что тема не всем интересно там чат просто живет своей жизнью давайте чат отключим чтобы вот это вот там кто откуда вся эта ерунда временно прекратилась вот это называется беспокойный ум когда пум 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 и понеслось да иногда бывает так судьба делает тебе подарок ты можешь услышать два три предложения твоя жизнь может полностью поменяться но если беспокойный ум это проходит мимо и знаете вот забавная вещь в том что нас не учили каким образом сделать так чтобы наше мышление затихло нас учили с детства как его запускать и когда даже вы находились там в детстве в таком созерцательном состоянии вы просто созерцали нечто что вы сейчас уже не помните но это снова может вернуться вашу жизнь что ваши родители вам говорили помните займись делом таким делом да неважно делай что-нибудь и нас научили да потом в школе в вузе на работе в бизнесе где угодно нас научили как эту штуку включать и теперь вы просыпаетесь и она у вас уже запущена буквально полминуты у вас уходит если повезло то несколько минут после пробуждения утром и у вас тут же понеслось вы уже не здесь и сейчас вы уже где-то там и тогда то ли в прошлом то ли в будущем каких-то своих мыслях идеях фантазиях и вы упускаете жизнь потому что жизнь она всегда здесь и сейчас ее нет ни в прошлом не в будущем это все просто фантазии и прошлое и будущее и все наши размышления это просто технически если так сказать это просто галлюцинация нервной системы но мы это называем мышлением мы это называем темой для разговора если вы послушайте о чем большинство людей разговаривают ну то есть по сути ни о чем они что-то увидели по телевизору услышали там в новостях еще где-то и это перемалывается все это что происходит вот такой ментальный спам большинства людей норма жизни и когда вы оказываетесь где-то в новом месте или что-то новое узнаете или влюбляетесь в кого-то легче всего понять да на примере любви у вас все затекает затихает и это то почему люди так стремятся к любви потому что любовь это есть медитация но есть два способа в нее прийти при помощи другого человека когда вы влюблены у вас все затихло но этого состояния очень боятся особенно мужчины да даже если они там в чате что много чего пишут они боятся загляните внутрь себя у вас были несчастные отношения не один раз и с тех пор вы говорите да все хватит почему потому что с одной стороны вы очень этого хотите с другой стороны понимаете что в этом состоянии у вас нет мысли вы словно потеряли голову да и может произойти все что угодно и вы не контролируйте вам могут сделать больно но если вы приходите к этому с правильной стороны не при помощи другого человека не при помощи любви а при помощи какой-то из древних практик медитации причем это не какая-то знаете как вот такие люди лезут на медитации это сесть какую-то специальную позу как-то там пальцы сложите там может быть какой-то мантру петь это не медитация это просто знаете а ну такой фан современный такой вот просто попса потому что практики для медитации настоящие вы можете делать где угодно когда угодно и никто даже не заметит то есть никто не будет знать что у вас там все тихо что мысли нет что вы находитесь в присутствии вы осознаете текущий момент когда вы осознаете то что происходит здесь и сейчас у вас автоматически возникает состояние покоя тишины и иногда это как фоном появляется любовь но вы это получаете не при помощи другого человека у вас нет никакой зависимости у вас есть ключ есть четкое понимание то есть какой процесс должен происходить с вниманием чтобы это состояние стало для вас привычным и доступным и смотрите что тогда происходит происходит одна мы сделаем такую очень простую практику вообще примитивный тем не менее у вас почти появится вкус что это такое вы смотрите забавная вещь в том что когда вы делаете какую-то настоящую практику для медитации не ту попсу который сейчас вот по всему интернету там что-то пропой мантру там сложи пальцы как-то сядь в определенную позу это все не про то а это просто вот реально попса когда вы делаете что-то настоящее то очень быстро происходит трансформация там многие люди пытаются делать различные практики для того чтобы улучшить жизнь косвенный эффект да ваша жизнь может улучшиться во всех сферах но если вы делаете практику ради этого сразу хочу разочаровать скорее всего результата не будет никакого вообще потому что когда вы начинаете да вот у нас такой достигающий ум мы ставим цель вначале во внешнем мире там достичь чего-то чтобы быть более счастливыми а потом мы понимаем что там это не работает и мы начинаем ставить цели во внутреннем мире это тоже поверьте не сработает но если вы достаточно зрелый человек и вы уже наигрались во все вебинары семинары тренинги кучу всего прошли да там от психологии до эзотерики и разочаровались только потому что до сих пор ваш поиск еще не окончен вы ищете вот хотя бы тот проблеск тишины и покоя или счастье или радости любви в зависимости от ваших тенденций и до сих пор не нашли то это просто показали того что с вами до сих пор ничего не сработало и на вот если посмотреть технически на это если вы будете продолжать все то же самое в течение ближайших 10-15-20 лет вы просто упустите всю свою жизнь а не ту часть которую вас ушла на поиск да но если вы технически сделаете все правильно да потому что одна часть этого вы начинаете определенным образом удалять эмоциональные заряды и то что происходит у вас возникает больше покоя тишины любви и потом то что вы делаете вы начинаете делать определенные практики называют практики бесформенного когда вы начинаете воспринимать какой-либо из бесформенных аспектов и у вас словно затихает сюда словно мышление становится очень тихим нет мысли нет эмоций и вы воспринимаете все как в детстве вы начинаете радоваться очень простым вещам то есть у вас возвращается вот эта детская спонтанность детская радость вообще ничем не связанная и когда вы наполнены конечно вы можете любить но когда вы опустошены и как попрошайка все время пытаетесь там у кого-то да там дай мне дай мне дай мне отношения не сложится когда вы наполнены и делитесь этим потому что льется через край конечно у вас будут складываться отношения здесь момент в том что когда у вас это происходит вам собственно уже никто и не нужен и партнерка то есть вашей жизни вы уже не берете у него вы делитесь с ним потому что вас переполняет через край и вот смотрите да и как бы такие банальные вещи говорю на самом деле четко особенного мне хочется просто чтобы увидели это своей жизни не хочется чтобы уверен что все что вы делали до этого она не работала и на чего вы не пришли на этот вебинар а сейчас мне хочется чтобы вы просто поняли если вы будете продолжать делать то же самое будет все то же самое вы потеряете остаток жизни в поисках счастья и конце концов кроме как разошрованию вы ни к чему не придете. Мне хочется, чтобы вы сейчас сделали то, что я скажу. Я вот выключу видео, чтобы не отвлекать вас. Займите, пожалуйста, удобное положение тела. Максимально удобное, максимально комфортное. Так, чтобы ваше тело было расслаблено. И сейчас просто закройте глаза, ничего особенно не делайте, и начните слушать тишину. Вначале услышите звуки, которые есть в пространстве. Просто послушайте эти звуки. 5, 6, 10 звуков. Их много, этих звуков. Вы просто на них не обращали внимания. Послушайте их сейчас. Прислушайтесь внимательно к звукам. В какой-то момент вы даже заметите звук собственного дыхания. И услышите звук, который никогда не пропадает. Вы в детстве его слышали. Услышьте его сейчас. Это такое гудение. Его еще ОМ называют. Вот этот звук, он постоянно присутствует. Да, вот прислушайтесь к этому гудению. Услышьте вот эту тишину. Вот эту звонкую тишину. Сейчас заметьте свое тело. Так очень быстро его просканируйте от пяток до макушки. Заметьте стопы и ощущения от стоп, которые прикасаются к полу, скорее всего. Заметьте вот это ощущение от прикосновения стоп к полу. Осознайте сейчас ощущения в ногах, икры, коленей, бедра. Ощущение таза, спины, живота. И еще немного послушайте эту тишину, звенящую тишину. И сейчас заметьте, что вот где-то в районе сердца, в районе груди, вот между двумя подмышками, в расстоянии от одной подмышки до другой, в области сердца, в области груди, но не ближе к центру груди, а вот ближе именно к позвоночнику, в задней части. Там есть ощущение покоя. Оно никогда не исчезало. Просто заметьте его. Ваше внимание все время отвлекалось от него. Сейчас внимание направьте на это ощущение покоя. И заметьте, что этот покой – это некая неподвижность, это отсутствие каких-либо движений, эмоций, мыслей, слов. Это отсутствие этого, это неподвижность. Просто чувствуйте эту неподвижность, этот покой, эту недвижимость. И заметьте, что этот покой и эта тишина, которую вы слышите, это одно и то же. Это не два разных восприятия. Это одно восприятие этой недвижимости. Тишина – это недвижимость звуков. Покой – это недвижимость эмоций. Осознайте сейчас одновременно этот покой и тишину как одно. Просто осознайте, что это одно. И сейчас заметьте пространство вокруг тела. Тело находится в пространстве. Осознайте это пространство как пространство неподвижности, в котором находится физическое тело. То есть это пространство вокруг тела, оно неподвижно, с ним ничего не происходит. Осознайте это пространство неподвижности. И осознайте это неподвижное пространство и покой, и тишину как одно целое. И удерживайте все свое внимание на тишине, покое и пустом пространстве вокруг тела как одном целом. Это и есть одно единое неподвижное пространство. Это и есть основа бытия. Просто осознавайте, удерживайте внимание на этой тишине. На этом покое и на этом пространстве одновременно, как одном целом. Держивайте все свое внимание на этой тишине. И тишине, покое и пространстве как на одном целом. И медленно, мысленно возвращайте внимание в ту комнату или в то пространство, где вы находитесь. Заметьте, что сейчас по-другому, заметьте, что поменялось. Вы сделали настолько примитивную практику, которую даже практикой нельзя назвать. Ваш ум начал затихать. Мысли исчезли. Практики, которые вы делаете в программе, они, конечно, на порядок круче, быстрее и эффективнее. Но, тем не менее, даже сделав такую простую вещь, вы увидели, какой эффект. У кого-то мысли исчезли. У кого-то восприятие с непривычки, да, нет мыслей, надо засыпать. Спокойнее стало. Разочисление с телом. Понимаете, такое примитивное, вещи просто, чтобы вы почувствовали вкус. Вы смотрите, друзья, это была вечность, супер. Вот очень хорошее определение. Настоящий момент это действительно вечность. Это неподвижность, это и есть вечность. Эта неподвижность была до возникновения нашей галактики. И будет после ее исчезновения. Блаженство тишины, свет и радость, тишина, не хотелось выходить. И вот смотрите, хлипота. Смотрите, друзья, в принципе, я вам больше ничего, особенно, на эту тему говорить не буду. Что об этом говорить? Если вы взрослый, здравомыслящий человек, который наигрался во многие вещи, то, в принципе, вы хотите вот этой тишины и покоя как можно дольше, можно чаще. И, конечно, вам стоит просто пройти программу и научиться этому один раз и на всю жизнь. Да, плюс еще много чего поменяется у вас по мере прохождения. Но если кто-то из вас все еще не наигрался и все еще верит, что когда вы чего-то достигнете, вы тогда будете счастливыми, и тогда на вас не зайдет покой и тишина, радость и любовь, то вам не в эту программу, то вам в ту программу, которой одурачено все человечество. Да, то есть за морковкой гнаться к какому-то будущему, который никогда не наступает, потому что есть только настоящий момент, и верит, что когда вы это достигнете, вот тогда вот. Но если вы уже наигрались и понимаете, что то, что вы хотите, оно прямо с вами, всегда там, где вы есть, за этим не нужно ехать в Тибет, в Индию, еще куда-то, это ваша истинная природа. И когда ты понимаешь, что просто тебя не научили доступа к этому, есть возможность получить вот этот доступ один раз на всю жизнь, тогда добро пожаловать. Понимаете, вы, наверное, заметили, что это не такой немного необычный для вас вебинар, вам не рассказывают, как чего-то достичь и как улучшить жизнь, потому что это полная чушь. И я вам еще одну вещь интересную скажу. Вы, наверное, замечали, что часть ваших планов никогда не реализуется, как бы вы ни старались. Но чем больше вы стараетесь, тем больше вы разочаровываетесь, тем больше у вас накапливается вот эта усталость. Да, и как иногда шутят, от счастья до репрессии всего одна мысль. Но когда у вас появляется доступ к вот этому безмятежному состоянию, к состоянию, где мало мысли, к состоянию созерцания, это иногда называют неделанием, да, рай внутри. Это иногда называют быть в потоке. Да, и по сути в этом состоянии нет никакой помехи для Вселенной, которая функционирует, да, несмотря на все наши желания. И вот когда вы находитесь в этом потоке, естественные спонтанные ваши вибрации, они повышаются. Да, вот я не буду говорить про закон притяжения, что когда ваши вибрации меняются, у нас снаружи все меняется, вы наверняка слышали об этом тысячу раз. Но я вам скажу только одну единственную вещь, что это прямой путь к тому, что вы мечтали пережить эмоционально. Да, потому что есть, как это называют, кривые пути, когда вы чего-то достигли, мы порадовались, опять разочаровались, новую планку опять разочаровались, и вот так вот по жизни вот в этой болтанке, да, турбулентности. Если вам это уже поднадоело, да, сделайте для себя небольшой эксперимент. Да, просто пройдите часть программы, посмотрите. Если это с вами сработает, если вы поймете, вот оно, наконец-то, то, что я искал столько лет или десятилетий, как это в моем случае было, вот оно найдено, то добро пожаловать. И знаете, мне кажется, на эти темы вообще говорить, оно вам, то, что вам необходимо, давайте, придите, ваша жизнь изменится, и вы, наконец-то, станете более счастливыми людьми, более спокойными. Смысла даже нет вот такой говорить. Вот если вы сейчас в эти несколько минут, которые мы делали, вообще даже не практику, а нечто примитивное, почувствовали что-то, что вам понравилось, то можете себе представить, когда вы начнете делать настоящие практики, что это вообще будет, что раскрывается. Это на порядок сильнее, стабильнее и дольше. И когда у вас появляется новая привычка жить в таком медитативном состоянии, как это называют, в потоке, там много синонимов у этого, и наслаждаться простыми вещами, то, поверьте, ваша жизнь превращается вот в такой один большой праздник. Это не значит, вот поймите правильно, что вы все время будете счастливы, никакого негатива в вашей жизни не будет, вы там словно знаете, вот есть такие странные люди, как это называют там, позитивное мышление, даже когда им плохо, они улыбаются. Нет, у вас точно так же будет всплывать негатив, но у вас появится инструмент, как очень быстро от него избавиться, раз и навсегда. Новый негатив всплывает, вы очень быстро избавляетесь. Когда вы эмоционально достаточно почиститесь, для вас состояние покоя, радости и любви будет достаточно естественным, спонтанным, фоновым. Для этого нужно, ну, какое-то время этому посвятить. Да, то, что вы сможете освоить за короткое время, это то, как это функционирует, функционирует и понять, чем является на самом деле принятие. Когда вы понимаете это хотя бы интеллектуально, половина эмоциональных, да, вот эмоциональная боль, от которой большинство людей хочет избавиться в жизни, наполовину уменьшится, только если вы это интеллектуально поймёте. Если вы будете продолжать это, вычищать определёнными техниками и делать определённые практики для медитации, то через определённое время эта боль уменьшится в разы. Да, и по сути, вот технически то, что произойдёт, вы не станете сразу более счастливым человеком, но вы станете гораздо менее несчастливым человеком. То есть огромное количество негативных эмоций, таких как страх, стыд, обида, жалость к себе и тому подобное, из вашей жизни начнёт исчезать. И больше будет появляться покоя, радости, тишины, иногда любви, таким фоном. Вот и всё. Друзья, если вы почувствовали это, добро пожаловать. Если всё ещё кто-то из вас верит, что вот придёт время, я достигну, заработаю ещё больше денег, стану более известной, популярной ещё какой-то. Ну, смотрите, Элвис Пресли, Мерлин Монро умерли глубоко несчастными людьми. И таких людей на планете огромное количество. Потому что то, что ты ищешь, оно в тебе. Перестань тратить время, ищай это снаружи. Когда ты найдёшь это в себе, оно снаружи может появиться автоматически, как в зеркале. Но если ты будешь продолжать искать снаружи, кроме разочарования и большей боли, ты не найдёшь ничего. Если ты достаточно пожил и попробовал в жизни, пожила, да, как бы, давайте на «вы» так, мужчинам и женщинам одновременно, тогда вы понимаете, что это действительно так. Что всё, что вы сегодня услышали, это по факту так. А дальше, конечно, решать вам. Хотите страдать дальше, делайте какие-то другие там упражнения, визуализации, выходите из зоны комфорта, продолжайте страдать. Если вам это уже просто реально надоело, и вы понимаете, ну сколько можно, сколько можно себе врать, ставить какие-то цели, достигать, не достигать, снова разочаровываться, когда же оно, вот это счастье-то придёт, покой, радость и любовь. Когда вы понимаете, у вас были эти проблески, что это ваше естественное состояние, оно вообще ни с чем снаружи не связано. И что может начать происходить так, когда это словно цветок у вас раскрывается, как символ лотоса на Востоке, лотос вырастает из болота, из грязи, потом поднимается над водой, даже вода его не касается. Но когда это в вас раскрывается, вы начинаете понимать тогда, по сути, смысл того, что мы называем человеческой жизнью. До этого это всё не то. Хорошо, друзья, спасибо за ваше время, за ваше внимание, за ваши вопросы, забавные комментарии. Если вы почувствовали это, сделайте вот эту попытку, не думайте, прыгайте. Всего лишь три дня. И заметьте, что эти три дня могут кардинально поменять в вашей жизни. Приятно было провести с вами вот эти там сколько, 30-40 минут, рассказать вам об этом, сэкономить вам огромное количество времени и денег на этот поиск, на разочарование и тому подобное. Спасибо, что послушали. Со многим... Еще раз добрый вечер всем. Если меня слышно хорошо, поставьте от единицы до десятки, чтобы я понимал качество звука. Сейчас я отвечу на все ваши вопросы. Отлично. Сразу хочу сказать одну небольшую поправку. У нас уже очень большой проект, очень много участников. И есть одно небольшое правило. Мы в проект берем не всех людей. Мы отказываем часто те люди, которые не готовы к информации. Поэтому, если вдруг вы столкнетесь с тем, что мы вам откажем, это всего лишь... Наверное, еще время ваше не пришло. И перед тем, как попасть в проект, вы проходите небольшое собеседование. Это... Это правило у нас. То есть, нужно пройти собеседование, чтобы попасть в наш проект. То, о чем идет тестовая программа, где вы можете попробовать получить свой первый результат, как-то не слышно. Еще раз, поставьте от единицы до десятки, насколько хорошо меня слышно. Отлично. Хорошо. Это я говорил о нашей основной программе. В трехдневный интенсив, в которой идет такой тестовой площадкой, где вы можете получить свой первый результат и протестировать технологии, получить нереальное количество информации за копейки, которые мы доставляем, и плюс еще получить стопроцентную гарантию возврата средств. То есть, если по окончанию интенсива, в конце, это когда у вас все материалы на руках, когда вы все прошли, получили даже бесплатную сессию с нашим экспертом, где он показывает саму технологию проработки. Сама сессия стоит в три раза дороже, даже чем интенсив. Вы получаете это все подарком. И если вы считаете, что это не работает и не ваша технология, мы просто вам возвращаем без разговора в деньги. Но дальше в проект, который основной у нас уже идет, где вы прорабатываете все сферы жизни, если у вас уже зацепила информация, вы хотите углубленно это все изучать, вы проходите через собеседование. То есть, сразу вы понимаете, что мы берем не всех. Итак, по технической информации. Сейчас вам выбрасывали ссылку в чат. Там, если у вас есть вопросы по конкретно по электронным оплатам, есть Skype Натальи Алексеевой, добавляйте ее себе. Сейчас я попрошу еще Татьяну сбросить, точнее, я сам даже сброшу вам документ, у кого не открывается ссылка. Есть Google документ, где вы можете взять все данные вообще для связи с нами. Да, Татьяна уже сбросила. Вы заходите в Документ и можете скопировать все интересующие вас данные. Расскажу немного о трехдневном интенсиве. Поставьте, пожалуйста, плюс в чат, если кому интересно, как проходит интенсив и какой формат работы. Мне просто нужно понимать, интересно ли это вам и нужно мне это рассказывать. Хорошо, очень много заинтересовали. Интенсив у нас платный. Аж целых в долларах вроде бы 23 доллара за три дня глубокой работы, проработки с вами, плюс еще там будут бонусные дни. Цена целой одной пиццы, наверное, в Европе. Поэтому сразу готовьте, что за любую информацию нужно платить. То есть информация, которая не имеет цены, она теряет всякую ценность для его участника. Формат проведения вебинара. Вебинар трехдневный интенсив наш стартует вечером. Вступительная сессия Самарта онлайн живая встреча. Он рассказывает уже, как будет проходить трехдневный интенсив, какие технологии, какие техники с техниками вы познакомитесь. После этого вам дается доступ в закрытый личный кабинет, где будут все материалы, у вас будет легкий доступ под рукой, где будут выставляться тренинги и запись материалов, которые вам нужны по программе. То есть первый день будут одни материалы, второй день вторые материалы, третий день третий материалы. Все три дня вечером, это обычно 21.00, будет сессия вопрос-ответ обратная связь с Самартом. Вы можете задать вопросы и вживую от автора технологии еще раз соприкоснуться с этой невероятной энергетикой и получить наконец-то, может быть, на вопросы всей своей жизни ответы. Но говорю вам, что когда вы начнете изучать технологию, многие вопросы у вас отпадут, потому что это действительно то, что вы искали. После того, как вы пройдете все вебинары, все записи и техники, сами попробуйте самостоятельно проработать, у вас будет назначено, вам нужно будет связаться и договориться на удобное время с экспертами нашего проекта, люди, которые пришли все программы и были специально обучены дополнительно с Амартом для того, чтобы демонстрировать работу технологии и практик, чтобы вы посмотрели, как она в действительности работает. То есть у вас будет свой опыт и опыт будет с профессионалом. Поэтому после этого еще дополнительно в течение недели после трехдневной интенсива у вас вы можете будет пройти полноценную сессию с экспертом. Это уже для тех, кто будет заинтересован в своем результате и мы поймем, что она вам нужна. то есть мы также можем отказать вам в этой сессии, но если поймем, что вы не выполняли никаких упражнений, вы не проходили, не смотрели видео, сами не попробовали, то есть мы можем вам и здесь отказать. К сожалению, такие у нас или бы к счастью у нас такие правила. То есть мы заинтересованы для того, чтобы вы получили максимальный результат. И потом уже у нас будет специальный бонус, в конце о котором было написано на странице. Это тренинг, который раньше продавался за намного больше деньги. Мы его предоставляем практически всем участникам в подарок и вы сможете получить также на руки, несмотря на любое решение, которое вы примете потом. Идти в проект или не идти, во любом случае получайте этот подарок. Теперь по вопросам. Если было понятно по формату проведения интенсива, поставьте пожалуйста единичку, если непонятно двоечку. И мы будем дальше уже идти по программе. Отлично, всем понятно. Тогда я больше... Еще один вопрос. Кому нужна какая информация из технической для того, чтобы зарегистрироваться, либо вы не можете найти Наталью? Сейчас пока еще на связи, я могу оперативно отреагировать. Пишите сразу же какая информация вам нужна. Если все нормально, тогда вебинарная комната будет работать еще в течение получаса-часа, где будут выставлены все ссылки. Вы можете их скопировать и перейти по ним. Вопрос. Возраст зависит? Не знаю, вопрос. Вы напишите... Вообще возраст не зависит. Если у вас есть запрос на поиск работающей технологии, вы пришли на сюда, случайно с не случайно, возраст не зависит. Все же, я прошла трехдневная и 108-дневная программа, а можно дальше выкупать по модуям 108-дневную. Добавьте в Skype Наталью Алексееву, она вам ответит на эти вопросы. Вот 108-дневная программа. Все, что по поводу программы интенсива, второй-третий день обсуждается уже группой участниками, которые уже в интенсиве. Мы выбираем удобное время для большинства. Первый день обычно в 9 вечера по Москве, второй-третий день уже конкретно уже по группе, то есть мы ориентируемся кому как удобно. Запись вебинара, ну, скорее всего будет. Можно заниматься только по записи уже 25-го. У вас будет доступ в личный кабинет, где будут выставлены все записи живых встреч, весь тренинг записи, и вы сможете его просмотреть тогда, когда будете. Сколько проходит каждый день? Вживую это проходит буквально полчаса. Полчаса 40 минут, дальше вы работаете уже в своем ритме, в своем режиме и просматриваете материалы, когда вам удобно. Но это трехдневный интенсив, поэтому если давались видео на первый день, то их нужно в первый день просмотреть для того, чтобы у вас сформировались нужные вопросы, для того, чтобы вы получили на них ответ. Дайте скайп. Сейчас я вам напишу скайп Натальи, с которой нужно связываться по вопросам регистрации и всем остальным вопросам. сейчас я вам продублирую в скайп. Те, кто у нас уже в проекте есть и к нам впадают, не понимают, что все ожидания происходятся, которые есть, потому что это немножко больше, чем проект. это у нас живое сообщество, в котором мы общаемся по всему миру, мы путешествуем совместе, у нас тематические встречи, вот на Кипре планируется, там на Самуи, Таиланд, вы приобретаете именно свой круг общения, свое окружение, и вы знаете, что окружение это 50% успеха. Если окружение у вас тех людей, к которому уровню вы стремитесь, тогда ваши результаты намного быстрее происходят. Оплатить не до 27 ноября, желательно оплачивать раньше, хотя бы до 25 числа, потому что у нас идет очень много организационных вопросов для того, чтобы вас всех ввести в группу, для того, чтобы получить все ваши скайпы, дать всем доступ в личный кабинет, это очень большая работа, и желательно, конечно, все заранее, последний день, для того, чтобы вы были вовремя. Это интенсив для прохождения 100 восьмидневки. Этот интенсив дает вам полноценный результат уже сам по себе, но для тех, кто захочет изучать глубже информацию и его, эта тема с ним срезонирует, для этого есть полноценная 3,5 месяца программа, где вы уже прорабатываете все сферы жизни. Все вопросы по поводу оплаты и так далее, вы добавляете Наталье Алексееву в скайп, и она всем вам ответит. Если организационных вопросов больше нет, я тогда всеми вам обращаюсь, желаю вам успехов, до встречи на нашем интенсиве, и чат будет работать, если будут какие-то вопросы, мы в техном режиме вам будем отвечать. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. 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 Спасибо.